Всем привет, мои дорогие зрители, и в этом видео я вам покажу свой заказ по 10-му и 10-му каталогу компании Фаберлик. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Да, хочу сказать, что несмотря ни на что, я продолжаю делать заказы Фаберлик, продолжаю их делать, хочу отметить, за свои деньги. Почему? Потому что у меня, во-первых, мама занимается компанией Фаберлик, она распространитель Фаберлик. И, знаете, без геморроя можно заказать продукцию с каталога и не ждать в очередях, не платить где-то в кассах. То есть продукт тебе придет, да еще со скидкой. Это для меня большой плюс, особенно сейчас в состоянии беременности. Это раз. Плюс, компанию Фаберлик я знаю очень давно, и у меня появилось очень много любимчиков в этой компании. В общем-то, сто раз одно и то же буду сегодня, наверное, говорить. В общем-то, появились свои любимчики, я не могу уже без них, как-то привыкла к ним, особенно к кондиционерам, какой-то декоративке. И очень нравится, что в каталогах Фаберлик появляется очень много новинок, как-то они следят за последними тенденциями, новые помады у них появляются и так далее и тому подобное. Ну ладно, давайте наконец-то приступим к просмотру видео. И да, хочу отметить, что в компании Фаберлик просто отличная бытовая химия. Но, конечно, не все продукты из бытовой химии меня полностью устраивают и нравятся, но такие продукты есть. Итак, что же я заказала? Еще раз повторяю, это каталог 10 и 11. Решила я их объединить, потому что заказики, в принципе, были небольшие. Я заказала два шампуня из новинок, вот такие вот шампуни Этноботаника. Из серии Этноботаника я абсолютно ничего не пробовала и слышала и положительные отзывы, и отрицательные отзывы. У них там и маски появились, и средства для умывания, и кремчики, и кремы для кожи вокруг глаз, и кондиционеры, и маски, если я не ошибаюсь. Ну, я решила попробовать шампунь, потому что шампунь для нашей семьи, а пока мы живем с мужем, скоро появится наш малыш, для нашей семьи вот эти шампуни, это беспроигрышный вариант, потому что я пробую их, если они мне не нравятся, то их добивает мой муж. Он у меня к шампуням, в принципе, не привередлив, ему главное, чтобы шампунь мылил голову, чтобы он пенился, чтобы не вызывал перхоти. Насколько я знаю, шампуни от Фаберлик, они такого мягкого действия, и перхоть они, как правило, не вызывают, то есть шампунь я беру и знаю, что он у меня всегда уйдет. На этот раз я не стала брать бальзам для волос от Фаберлик, тоже из серии Этноботаника, и маску я не стала брать, потому что, ну, честно скажу, маски от Фаберлик и бальзамы для волос, они меня как-то не вдохновляют, я от них не нахожу для себя ничего такого сверхъестественного, я сейчас перешла на маски, шампуни и бальзамы от компании Hair Vital, и, наверное, я на них так и буду сидеть, висеть, потому что они мне очень нравятся. Я не хочу сказать, что бальзамы от Фаберлик как-то вредят моим волосам, просто они с ними ничего не делают абсолютно, то есть, что нанесла, что не наносила, в общем, для меня немножко такое бестолковое дело. Итак, первый шампунь я заказала, серия Этноботаника, увлажнение, питание, защита для любого типа волос, на каждый день голубой лотос, ягоды Годжи и масло Амаранта. Вот эта серия Этноботаника, у них она так расписана, что там куча полезных веществ, но, честно говоря, за 50 рублей, не знаю, что в их составе содержится, но я, в принципе, не фанат органической косметики, вы знаете, что я люблю и силиконовые какие-то шампуни, и химические такие шампуни, я как-то не заморачиваюсь по органике, хотя не против никогда попробовать что-то новое, пахнет весьма так приятно, тиронейтрально. И второй шампунь, укрепление от корней до кончиков для ослабленных и складных к выпадению волос. Цветок Тиаре, Ягоды Ассай, масло Макадамии. В общем, запах отличается, запах более какой-то такой ягодный. В общем, будем пробовать. Объем у этих шампуней 250 миллилитров и очень была выгодная цена в 10 каталоге. Еще раз повторяю, рублей, наверное, 50. Я решила взять сразу два. Следующее, что я взяла, решила я попробовать вот такую зубную пасту Брис Д'Амур. Уже все девчонки ее хвалили. Я знаю, что многие блогеры просто висят на этой пасте, любят пользоваться ей на ночь. Мне очень нравится медовая паста от компании Фаберлик. Мне нравится их мятная серия, голубая серия, именно гелевая. Я тоже люблю с такими сладкими пастичками пользоваться на ночь. Я ее еще не открывала, пока, наверное, не буду, потому что у меня две медовых еще в запасниках лежат. Знаю, что она такого розового цвета и с клубничным ароматом. В общем, буду пользоваться. Тоже очень была выгодная цена. Это уже в 11 каталоге. Вчера я забрала у мамы этот заказ. Цена была порядка, наверное, тоже 50 рублей. Я решила обязательно взять. Я взяла два чая по 10 каталогу. До беременности я эти чаи обожала, но вы знаете из моих видео откровений, что когда я забеременела, меня очень сильно тошнило от этого чая. Меня, конечно, не рвало, но тошнило по полной программе от этого чая с шиповником и крокодем. Теперь у меня тошноты вообще никакой нет. Ну, правильно, мне через пару недель уже рожать, или через неделю, или, может быть, уже сегодня, я не знаю. Заказала я эти чаи, буду их пить. Ну, если не я, то муж обязательно выпьет. Он меня не любит возиться вот с этими заварками бесконечными, с какими-то там... Ну, вы меня поняли. Заказала я по 10 каталогу такую новинку в виде зубной щетки с ионами серебра. Вы знаете, что я пользуюсь щетками только шелковой нити, что у меня сейчас вообще проблемы с зубами, и вчера я была у стоматолога, она отказалась мне помогать. Ну, у меня, конечно, нет сильных болей, да, в зубах. У меня проблемы большие с деснами, но это еще с беременностью связано. Она сказала, что как ради Шанечка, обязательно приходи. Вот. А сейчас я не буду тебя травмировать, в общем-то, потому что это все болезненно. Даже если с уколчиком, то это страх, это паника, все передастся твоему ребенку, а тем более тебе на днях рожать. Ходить надо на лечение не один день, поэтому мы решили с ней сделать перерыв. Также она прописала мне некоторые зубные пасты, которые мне должны помочь, поэтому я сейчас активно лечусь. Мужу я беру вот такие вот всякие арифлеймовские, эйвенские щетки, фаберликовские щетки, покупаю ему щетки по распродаже в магазинах. Он меня любит, в общем-то, не жалуется. И да, все блогеры хвалят вот эту вот зубную щетку. Мы тоже попробуем, в общем-то, потом, может быть, в пустых баночках я вам что-то скажу, но обычно щетки я в пустые баночки не кладу. Мне кажется, это как-то не гигиенично. Итак, следующее, что я взяла своему мужу, это вот такой антиперспирант. Вот опять в середине видео, опять я начинаю задыхаться, но это характер для беременности. Вот такой антиперспирант. Он у меня антиперспирантами пользуется просто по полной программе, использует их и на ноги, мне кажется, и уже на все части своего тела. Беру я ему регулярно всякие дезодоранты, и в эйвене беру, и из масс-маркета беру, и фаберликовские беру. Они у него уходят только айденом. В общем-то, вот такой мы попробуем. Что касается аромата, ну, аромат такой неплохой мужской, не очень такой навязчивый, очень хорошо. Называется Cruiser. Cruiser Form For Men. Так, следующее, что я приобрела, давайте я тут переложу, а то я могу сейчас все спутать. Я приобрела три жидких мыла. Во-первых, это мой фаворит. Мыло для кухни, устраняющий запахи, с цветочным ароматом. Мягко, эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук. У меня такое мыло было раз пять уже, и хочу сказать, что неплохой такой подсобник на кухне. Там помыть доску разделочную после сельди, или там еще руки помыть после сильно пахнущих каких-то съестных припасов. В общем-то, я беру, особенно когда вижу по распродаже, тоже за 50 рублей я его купила. Взяла я вот такое мыло лимонное Монпассье, и с удивлением вчера обнаружила, что у меня три таких в запасниках лежат. В общем-то, ну, ничего, если что, я положу его тоже на кухню и буду там активно пользовать. Мыло пахнет неплохо, хорошо пенится, такое мылкое, густое, тоже по распродаже. И взяла я для себя еще вот такое жидкое мыло-сырое новинку, красная смородина. Оно очень и очень густое, оно пахнет вот прям натуральной, натуральной смородиной. Ой, я когда вот при беременности, при своей, когда была, когда был сезон смородины, я ее так уплетала, и вот у меня сейчас просто в голове именно аромат этой черной смородины, благодаря вот этому мылу. Я им буду активно пользоваться, это 100%, даже после родов цена очень даже ничего. Получилось тоже порядка 60 рублей, я решила взять. Так, следующее. Давайте я вам покажу два товара из бытовой хемии, и потом перейдем на декоративку. Из декоративки у меня тоже было два продукта, немного, но они такие очень-очень важные для меня. Взяла средство для чистки ванной комнаты. Что-то я как-то приспособилась к этому средству, несмотря на то, что у него нет распылителя. Я переливаю его в другую баночку из-под сифа и использую. Я отмываю им унитазы, да-да, я отмываю унитазы. Я уже как прачка какая-то говорю, какая-то уборщица. Свой унитаз мою, свою раковину, в общем-то, душем. Душевой кабиной у меня занимается полностью муж, там уже другие у него средства идут, о которых вы постоянно, наверное, видите мои обзоры в пустых баночках. Мне это средство понравилось и решила взять его в запасники, положить, потому что он реально работает и не обладает таким едким ароматом. И по скидке было тоже порядка 100 рублей. Взяла очередной ультракондиционер зелененький от Фаберлик. Люблю я эти кондиционеры. Добавляю прямо вот одну треть крышечки, чтобы был такой едва уловимый аромат, потому что кондиционеры очень ядреные такие, очень-очень-очень специфические, очень так интересно они пахнут, так в кавычках. Еще хочу сказать, что в масс-маркете я подобного аромата до сих пор не нашла, и поэтому продолжаю заказывать вот эти кондиционеры, тем более, что они расцениваются как более-менее такие экологичные, поэтому очень люблю подобные кондиционерчики. Итак, давайте перейдем к двум продуктам декоративки, которые я заказала. Так, этот продукт я заказала по десятому каталогу. Это вот такой вот карандаш сиреневого цвета, который называется Каял. Это новинка была. В общем-то, артикул 5438, фиолетовый такой цвет. Сегодня, честно скажу, пыталась к видео накраситься этим карандашом, у меня ничего не получилось. Конечно, я когда его получила, забегу вперед и скажу, что стоит он далеко не бюджетно для карандашей. Стоит он по каталогу порядка 180 рублей, ну, за 150 я его купила. На руке он рисует просто отлично. Такая у него... Линия от него получается очень яркая, очень мягкая распределяется по руке, если делать сводч, но на глазах этого карандаша я не вижу. Я привыкла к эйвенским карандашам, которые вот проведешь и сразу утопаешь просто в цвете, будь то черный карандаш, будь то синий, будь то зеленый, будь то коричневый. В общем, я пыталась водную линию сегодня нарисовать вот этим сиреневым карандашом, у меня ничего не получилось. Я даже не буду вам показывать сводч, потому что на сводче он идеальный, такой фиолетовый. Но я просто говорю то, с чем я сегодня столкнулась. Пришлось мне подводиться полностью эйвенским коричневым карандашом. В общем, сегодняшний мой макияж, моя подводка, это полностью карандаш от Эйвен в коричневом оттенке для бровей. Вот что-то у меня с голосом происходит. Что-то ломается как-то голос под конец видео, и это уже регулярно при беременности. В общем, такой карандаш Каял я никому не рекомендую, особенно если вы фанат вот таких вот ярких глаз, как я, то нет. И последнее из декоративки, что я заказала, это была помада. Я честно скажу, не помню, что это за серия, а это был одиннадцатый каталог компании Фаберлик. Помада стоила, шла большая распродажа, и помаду я купила рублей, наверное, за 120. Что хочу сказать. Кстати, давно я смотрела обзоры на эти помады, видела, что девчонки заказывают, что им нравится, кому-то не нравится, решила я тоже для себя взять. В предисловии хочу сказать, что вчера в своих запасниках разбиралась и нашла помаду от Флёр. Накрасила ею губы, она такая белесово-розового цвета, и, в общем, до нельзя, наверное, и сушила свои губы, и сегодня встала. В общем-то, у меня губы все в корках каких-то, в трещинах, и, в общем, я сто раз пожалела, зачем я достала эту помаду от Флёр, которая уже сто лет, и которая должна была давно лежать на мусорке. В общем-то, я ее уже выкинула. Я вспомнила, что я буду сегодня испытывать новую помаду от Фаберлик, и решила все-таки не пользоваться бальзамом. В общем, я накрасилась к видео, нанесла я эту помаду. Помада выглядит вот так вот, артикл у нее 45... 45,75. Девчонки в Инстаграм и на Ютубе говорили, что вот эти помады при выдвижении иногда бывают сломанными, какими-то потертыми. Нет, у меня помада полностью такая целехенькая, такая новая попалась, в общем-то, в обертке, в слюте такой. Сразу скажу, что пахнет эта помада для меня немного непонятно. Пахнет бабушкиными какими-то запасниками, какими-то сундуками. Такой старческий немного аромат, но он мне нравится. Я вам скажу, он не неприятный, в нем нет примеси моли какой-то или примеси пыли. Аромат просто такой раритетный. Помада необычная. По-моему, она расценивается как увлажняющая по каталогу, и сейчас она у меня на губах. Не знаю, как она будет смотреться в видео, она, наверное, вся будет отблескивать или что-то еще. Помада на губах смотрится очень такой глянцевой, то есть как блеск. Она совершенно не скатывается в белую линию, в белую полоску. В общем-то, на губах она чувствуется, я вам скажу, чувствуется такой небольшой пленочкой, потому что я помады всегда наношу обильно, особенно перед съемкой видео. Я наношу много помады на губы, потому что у меня камера выбеливает, вы знаете. Цвет немножечко, я ожидала, что он будет темнее на губах, нежели вот сейчас он на мне. В общем, в принципе, я помадой довольна. Она увлажняет, она богато смотрится на губах, у нее неплохой аромат, она дешево стоит, порядка 120 рублей. В общем, пока я довольна. Буду я, наверное, смотреть еще какие-то оттенки, еще штук 5 закажу себе для пробы. Вот. Ну, еще раз повторяю, конечно, я ее чувствую, но с учетом того, что в последнее время я пользуюсь в основном матовыми помадами, я заказала себе очень много матовых помад, в том числе от NYX, или от NUX, как это правильно называется, то эта помада, она немножко другой текстуры, такая шелковая. И да, она именно вот как блеск смотрится на губах. Если на улице будет ветер и волос немного попадет на губы, то она вся размажется, она совершенно нестойкая. Ну, это такая помада. Вот такой вот мой был заказ по каталогам 10 и 11 компании Faberlic. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, обязательно пишите комментарии под видео, что вы заказываете с Faberlic, что вы любите с Faberlic, были ли у вас эти продукты, которые я себе заказала, в общем-то, нравится ли вам вот эта вот помадка, которая у меня в новиночках появилась. Не забывайте про мой инстаграм, не забывайте про мою группу ВК. Всех вас очень сильно люблю. До встречи в новом видео. Пока-пока.